Друзья, ни за что не угадайте, что мы сейчас здесь делаем. Мы создаем пипи-дастры. Это такие специальные помпоны, с которыми команда болельщиков может, собственно, болеть за свою команду. И чего только не научишься, естественно говоря, находясь в студии, когда сюда приходит по-настоящему креативная молодежь, а именно специалисты молодежного центра «Свое дело» Софья Филончик и Сергей Головатый, а также руководитель управления молодежной политики города Красноярска Юлия Журавская. Журавковская, здравствуйте. Доброе утро, рада вас поприветствовать. Кстати, в нашей студии, но сперва хочется узнать, 27 числа будет отмечаться международный, неправильно я говорю, да? Всероссийский день молодежи. И по этому поводу вы решили изготовить вот все элементы, которые чуть ранее мы называли, необычное у него название, я, во всяком случае, не знаю, всегда думал, что помпоны это называется. За кого болеть будем? Вообще у нас называется площадка «Болеть готов», то есть у нас там будет целая фотозона в виде трибун, получается, болельщиков, а затем у нас участники, они будут делиться на команды, и они будут болеть за своих лыжников. Но лыжники будут необычные, они будут делиться, получается, по плазменной панели, и они должны кричать в специальный прибор, и чем громче они кричат, тем быстрее едет лыжник. Фантастика. Как это же можно сорвать голову? А как пришла идея? Нет, это абсолютно бесплатно. Как пришла такая идея в голову? Кто-то где-то кричал, и вы решили, хм, это стоит использовать. Ну вот Юля, я думаю, расскажет, что у нас вообще День молодежи приворочен к универсиаде. И вот такая идея появилась. Вот один из мастер-классов у нас еще будет, это вот изготовление как раз пипи-дастр. То есть через, ну, 250 дней, если не ошибаюсь, ну что-то такое сейчас на календаре, у нас, собственно, пригодится это все? Оно пригодится даже в День молодежи. Мы после того, как закончится работа площадки, в 8 вечера будем все вместе поддерживать команды КВН, которые выступят на кубке в поддержку зимней универсиады. Именно там можно будет уже воспользоваться инвентарем данным. Ага, главное сильно громко не кричать, чтобы слышно было, собственно, шутки. Это да. А что вы нас принесли? Я так понимаю, что это какая-то полузаготовка, да? Да, да, это полузаготовочка для того, чтобы она, собственно, получилась вот такой. Получился такой результат. Предварительно нужно взять 20 пакетиков, абсолютно любых, можно взять разных цветов. Обычные пищевые пакеты берем, вот такие посовочные, да? Да, да. Их нужно будет разрезать, разложить так очень красивенько, аккуратненько. А потом их нужно будет скрепить с цеплером. Вот, собственно, мы уже это сделали. И затем нужно будет сделать надрез. А покажите вот эту часть, здесь скреплено с цеплером. На что это, на какую основу? А, просто? Просто скреплены пакеты. А вот с этой стороны что это? Это все равно не больше. Да, да, это двусторонний скотч. И затем мы сделали разрезы, чтобы получились, собственно, вот эти... Кажется, юбку даже из этого можно сделать. Кстати, да. Можно, что угодно. Я особо рьяно болельщик. Конечно, манжеты. Что угодно, на самом деле, можно сделать. И дальше? Да. Сейчас это будет превращаться, да, в каком-то легком движении? Да, да, да. Сейчас. Только так, чтобы нашим зрителям было видно, можно это, международно, приподнимать? Да, конечно. Я буду стараться это делать. Мы сейчас отклеим вторую сторону двустороннего скотча. Получается. Да. Сколько времени ушло у вас примерно на изготовление вот этой заготовки? Я думаю, минут 20-30 минут. Да вы что? А если взять еще разного цвета, например, пакеты, то будет просто невероятнейшая красота. Так что, если дома есть пакет с пакетами, можно в любой момент поддерживать сборную России. Можно в любой момент стать болельщиком. Да. Профессионально. Господа, смотрите, какая простая абсолютно процедура. И у нас на глазах появляется то, что 27-го числа. И уже, кстати говоря, сегодня можно будет воспользоваться этими самыми пипедастами. Да, точно. Хотя, наверное, могут немножко не понять, почему мужики пришли в бар молока выпить и вот этим вот помахать. Ну, а тем не менее. Ага. Можно сделать себе просто, если пипедасты, делать зарядку с ними по утрам. Это будет необычное. Конечно, конечно, да. Чтобы было веселее. Много людей ожидается на 27-е? Это по большей части гости или какие-то, может быть, студенческие отряды? Мы приглашаем абсолютно всех красноярцев с 4-х до 8-ми часов вечера. Будут работать в площадке на любой вкус, где можно будет проверить свою готовность в универсиаде. А уже в 8 вечера мы всех приглашаем поддержать команды КВН. А в 9 часов будет выступление команд КВН высшей лиги. Это русская дорога, город Армавир. И так, это город Красноярск. Класс. То есть, не обязательно быть молодым, просто главное быть молодым душой. Главное быть молодым душой, да. Я почувствовал прям. Немного времени у нас остается, но тем не менее у нас уже почти готово то, друзья, тот атрибут, который просто должен присутствовать у каждого болельщика. Да. Слушайте, а это, по-моему, больше получилось, чем те, нет? Наверное, не знаю. А давайте сравним. Да. Да. Да, этот-то побольше, этот-то справа. Ну, потому что он был там в нашей студии. Очень большой, я сейчас таких больших никогда не видел. И вот так посмотрев, не скажешь, что это из вот какого-то, ну, там, подножного материала сделано, из каких-то полиэтиленовых пакетов. Можно же даже вообще, в принципе, из, ну, не будем называть магазины, скажем, в которых они, эти большие или маленькие пакеты присутствуют, но тем не менее будет тогда тоже ярко. Да. Будет красиво. Что ж, еще раз давай представим наших гостей. Спасибо большое, что рассказали. 27-го, напомним, 27-го числа. 4 часа. Лево-бережная, на обережной мы встречаемся в 4 часа, для того, чтобы поболеть за... Поддержать. 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 Ну, и поболеть и поддержать. В общем, поучаствовать в площадках. Да, заложников. В 8 часов, в 8 часов, да, мы встречаемся и поддерживаем команды КВН, и в 9 часов наблюдаем за игрой команды из высшей лиги. Чудненько. Что ж, я давайте представлю еще раз наших гостей. Это специалисты молодежного центра «Свое дело» София Филончик и Сергей Головатый, а также пресс-секретарь управления молодежной политики города Красноярска Юлия Жураковская. Спасибо вам еще раз большое.